что давайте расскажу по миссиям игра мне очень понравилась на самом деле и сейчас расскажу примерно быстро что тут происходит и каким образом проходят миссии играя на максимальной сложности поэтому может быть у вас какое-нибудь отличие то по количеству по юнитам и так далее поехали смотрите первая миссия атланта джорджия вообще не буду объяснять первая миссия простец к абсолютно просто следуйте командам и не забудьте когда бежать отключить бег и стрельбу вторая миссия уже посложнее загружу сейчас покажу и расскажу что там происходит там будут 22 авто сейва и вы увидите смотрите здесь во второй миссии самое главное правильно расставить туры это залог успеха и также если вы на максимальной сложности играете то вам здесь никого нельзя потерять ни одного солдата это будет то что почему нельзя потерять потому что это будет эти солдаты не дальше будут приходить с вами по миссии здесь даются очень важные спецназовцы поехали здесь все дальше будет по обучению да то есть по подсказкам ничего сложного не будет что у нас происходит самое в основном до роботы которые будут ходить к нам они будут ходить с этого направления запоминать т.е. в туры у вас в турщике они должны всегда смотреть сюда потому что понятно им нужно время на изготовку как только выходит отсюда шагоход ему сразу же в ебальничек должна лететь ваша кокета если все правильно то даже не успевает до вас доходить это ваша задача номер один после того как вы выполните здесь задание до обучения у вас ну вам нужно будет отбивать атаки противника сразу говорю что тяжелая техника ну не тяжелого шагоходы они будут идти с этого направления поэтому самое главное вам туристов поставить либо в этот дом либо в этот дом чтобы их не расстреливали и грамотно сразу сносить противником еще очень важный момент когда вы заходите в дом я это кстати обнаружил уже попозже не заметил причем случайно когда вы заходите здание есть вот такая вот иконочка обратите внимание сменить позицию сторону соответственно по туристы у вас всегда должны смотреть в эту сторону для того чтобы они стреляли сразу же они меняли свою позицию тоже очень важный момент соответственно если вы в этом здании находитесь то опять же в эту сторону чем правильнее вы поставите птуры тем лучше и без потерь вы пойдете это миссии сразу говорю если играете на максимально сложности то вы не должны здесь потерять ни одного солдата потому что в дальнейшем вам если вы потеряете птур или потеряете снайпера то проходить будет ну практически невозможно можно будет сразу заново начать следующих миссиях потому что убить шагоход на максимально сложности без тура это реально он просто трахает вас всю вашу команду вместе со всеми юнитами и так далее опять же еще раз говорю здесь нельзя не терять не страйкер не хаммер ничего такого все у вас должно быть на все здесь должно выжить то есть это несложно миссия тоже не трудная вполне можете пройти и легко следующая миссия следующая миссия это у нас миссия уже будет посложнее уже будет база я думаю вы здесь поймете что все юниты которые у вас сохраняются да они переходят на следующий уровень вот и поэтому здесь вам нужно понимать что чем больше вы сохраните тем больше винтов вас придет плюс также что очень прикольно сохраняется весь их опыт и сохраняется все их вооружение это классно вот здесь уже довольно таки сложная миссия смотрите сейчас буду объяснять ну опять же в вас миссия начнется вы сделаете все что нужно да я этот загрузочный экран не стал делать ваша задача до оборонять вот эту позицию на начальном этапе вы там возьмете заправщик проедете да все понятно но как только смотрите внимательный момент до для того чтобы пройти эту миссию максимально просто как только у вас появятся инженеры вы должны сделать вот такое сооружение измен причем при всем вот этот робот танк если вы играете на максималке он всю вашу базу трахнет в одного причем несет вот это все и все остальное потому что калашматит он по страшному а вот данные турельки и данный танк вот этот танк он вам не принадлежит соответственно он ком ком будет за него тупить ваша задача остановить этот танк это первая ваша задача здесь будет 2 задачи основных первое это остановить этот танк с помощью мин как только вам дают инженеров как только вам дают инженеры вот этот вы минируете вот это пространство с помощью мин для противотанковых вот этот танк он ездит в двух направлениях он либо едет вот так по косячному как у меня поехал либо едет по краешку это будет зависеть от того ну где он видит ваших юнитов вот и поэтому вам нужно его остановить то есть минировать вам надо и вот это пространство и вот это пространство вот в идеале танк вообще не должен до вас доехать еще один сложный момент перед тем как танк этот поедет ваших митю будут выходить маленькие роботы шагоходы и собачки поэтому пока вот это все минируется в вашем меню ваших минеров вам нужно будет прикрыть страйкером и отрядом ход можно рейджером и там так далее страйкером да и брэдли пока они минируют вы отбиваете атаки обычных солдатиков до легионовских и соответственно минируете выезжает танк взрывается на минах и не доезжает как только вы заминировали вы всех юнитов просто всех своих юнитов с этого направления убираете даже с этой башни тоже важный момент потому что он выйдет вот отсюда за экраном из за экрана будет паска по вам калашматить если вы кого-то здесь оставить и он их просто уничтожит все здесь вы оставили просто направление дальше дальше вся миссия зависит от того насколько грамотно вы все заминируете запомнить этот момент дальше вы приезжаете сюда начинаете здесь минировать здесь появится отряд солдат отряд пехоты он соответственно вам нужно будет его спасти если вы здесь все заминируете роботы за ним побегут и взорвутся то есть вот такая история ну и тут вы его прикроете следующий очень важный этап сейчас вам загружу покажу вот эту стенку сломает второй танк и причем 2 супер танк если он проедет он выйдет вот сюда и сломает вам вот здесь все и соответственно вы проиграете потому что тут он все из потрошит загружаю вторую запись до база колорадо вот смотрите начинается третья запись чем лучше заминируете тем быстрее тем больше без потерь пройдет эту миссию соответственно пройдете без потерь юниты сохраняться на следующей миссии вот смотрите что здесь происходит да то есть танк уничтожен вы обороняете данную позицию здесь принципе ничего сильно не нужно потому что турели справляются и вот здесь вы минируете всю историю вот тоже мины и вот здесь тоже очень много мин ставить противотанков тоже очень важно потому что ломается эта стенка отсюда уезжает супертанк едет по этим мином по этим он здесь должен взорваться если он доезжает до сюда ну считайте вы проиграли потому что он тут все уничтожит вот дальше соответственно чем лучше вы минируете да ну тут дроны вылетают тоже не забудьте и опять же подсказывают что с инженерами лучше возить перевозчик с припасами чтобы пополняться постоянно тут зависит а может эту турельку занимает дадим вопрос дальше ваша задача будет убрать отсюда все юниты вывести их и перекинуть их в это и в это направление вот ну если у вас остановился вот этот рафтан который здесь поедет то вы уже принципе миссию прошли там можно сказать 90 процентов миссии пройдено загружаем дальше вы увидите что произошло то есть вам нужно взорвать два танка опять же говорю на последней сложности эти два танка они уничтожают всю базу вот вот сейчас смотрите взорвала здесь история все да и здесь выйдет танк здорово отсюда вы должны грамотно уйти быстро как отсюда уходить смотрите как только начнут отсюда убегать войска да вы заранее перед этим можете уже свои свою пехоту давить это тоже заминировался свою пехоту можете уже здесь расположить бункерах и в пушках вот для того чтобы когда выйдет разыслал да будут лупить здесь у вас было минимальное количество юнитов вы могли сразу же уничтожить шагоходы и без потерь уйти отступить вот вот я на эти позиции отступил соответственно припасы пополнял и так далее и так далее вот ну и дальше уже все ничего сложного не будет только один момент останется запомнить его сейчас расскажу смотрите здесь будет два штаба вот удержать центр управления склад и ремонт у вас будет выбор вам нужно будет удержать либо управление складом либо ремонтную мастерскую не мой можно не удерживать можно просто из ремонтной мастерской перевести в снабжение вот снабжение вам нужно удерживать потому что снабжение пополняет данные пушки перезаряжает они у вас будут основным сдерживающим фактором если все сделали правильно то к вам сюда не дойдет ни одна ни один танчик не доедет ни один шагоход не дойдет к вам будут такие собачки бегать и роботы ходить ну и они в принципе без проблем вашей команды уничтожаются тут все еще пушек и так далее опять же советую вам запомнить как раз я расположил солдат для того чтобы не тратить пехоту не ранее вот здесь ни в коем случае здесь не надо ставить это все не нужно вас солдат просто там по убивают самое оптимальное то вот такое расположение поверьте меня уже не один часто сидел играл вот ну и дальше вы уже просто убегаете до включаете систему взрыва до самоуничтожения убегаете все следующая миссия у вас будет довольно таки сложно вот в этой миссии если вы не взяли если у вас к этой миссии убили ваших птурщиков и снайперов то наверное уже надо начинать заново ну опять же я играю на максимальной сложности на максимальной сложности один робот танк трахает всю вашу команду если у него не уничтожить его сптура сптура он убьет просто все вообще живо вот здесь смотрите в чем смысл начинается у вас игра здесь да вот тут на тут вас на вас нападут собачки вы сидите сюда собой что нужно взять кого нужно взять снайпера нужно взять обязательно птуро если есть два птуро туда и отряд спецназа вот это то что вам на начале понадобится дальше что вы делаете садитесь тут тачку едете сюда на мост вот сюда едете здесь вы помогаете отбиться от собак соответственно тут ребята будут на транспорте они к вам присоединяться потом отбивайтесь от собак захватываете вот такой вот поезд тягач и едете на тягаче в этом направлении здесь все нужно делать быстро тут тупить нельзя сразу говорю и плюс у вас будет ваш джипик вы захватите джипик вот здесь вот этот джипик вы продаете это джипик вы меняете здесь на здесь меняете на отряд солдат вот а своим танком вы выполняете вот этот квест доезжайте сюда с первым делом дальше здесь говорите едете сюда и здесь общаетесь и продаете свой джип на пехоту меняете есть тут что кстати прикольно создатели сделали игры можно выбрать вообще короче там четыре варианта событий как вы можете отыграть миссию вы можете пойти сюда да и здесь за бандитов сыграть но я не советую потому что они вас потом либо обманут либо еще четыре произойдет тут ну не прикольно за них играть очень мало получаете от бандитов играть надо за полченцев здесь вы там получаете танкеры и пушки и дофига техники и потом вы все равно отберете здесь у бандитов все что можно вот если вы все правильно сделали в третьей миссии то у вас будет два запомните двое водителя танка двое водителя экипажа которые танки могут водить это очень важно чтобы с этой миссии все забрать вам нужно именно двое водителя танк соответственно что вы делаете здесь вы меняете на пехоту идете сюда здесь будут постанцы с постанцами захватываете вот эту деревню вот эту деревню захватите вот вам нужно будет обязательно птуры чтобы пауков убить вот ли или они уничтожат всех постанцев и еще вам пизделей дадут поэтому поэтому нужно вначале 2 брать соответственно птурить их лучшая . для птурения здесь вот сюда занять вот с ее птурить и вот всех этих пауков освобождайте древню внимание очень важный момент загрузку сделаю очень важный момент следующий запомните тело иска которые пойдут с вами на захват вот этого нижнего здания они к вам потом присоединяться соответственно если их много убьют то вы будете в жопе это плохо так нельзя делать вам нужно им помогать вам нужно что заптурить и максимальным отрядами выходить вот сюда в эту деревню дальше вы захватывать эту деревню так дальше по квесту делаете древню захватили и вот по всей карте начнут ходить роботы вот эти голуботы шарится шараебится перед тем как они начали шараебится вам нужно забрать страйкер страйкер забирается вот здесь сейчас покажу вам вот здесь как только вы освобождаете эту деревню здесь будет баба она скажет типа пойди к мужику вот сюда и здесь скажи ему что я жива угарите что она жива он дает вам страйкер и вы на страйкере и всей своей армии всей своей толпой тушками и так далее вот здесь вот создаете оборону здесь обороняйтесь в этой части карт вот и страйкером и танчиком ну по квесту выполните задание здесь у вас тут появится ваш союзник вот здесь он тут захватит танк соответственно его нужно будет отсюда вывести быстро вы выводите его вот таким вот способом вот таким вот сюда выводите его и здесь уже должен стоять ваш страйкер и важно ваша техничка если по-другому и их убьют собаки вот поэтому страйкер это основной юнит который собак уничтожает быстро их убьет и вы сможете посадить и увести их таким образом выполняется это задание и тут будет естественно элитный лазерный снайпер он тоже вам понадобится его нельзя чтобы его убили или нельзя чтобы его ранили вот ваша задача сделать его целым вывести вот дальше что дальше вы сидите здесь обороняйтесь к вам будут прилетать всякие роботы собачки прибегать ну типа если нормально пауки будут приходить ну если грамотно 5 втором сыграете то вы все это отобьете проблем не будет отобьете все атаки и вам нужно будет занять эту базу вот эту базу вот и занимайте эту базу сначала это укрытие потом это укрытие здесь птуры ставите снайперами естественно подсвечиваете ходите вот разведываете здесь будет много шагоходов много тачек вот это все говно будет к вам ходить эти вот особенно пушки это пиздец это вот артиллерия их не она вообще лупит по жесткому нам максимальная сложность она просто с выстрела отряд спепеляет вот здесь ваша задача опять почему я говорю про птуры потому что если у вас здесь не будут сидеть птуры они это все не за птурец и вот это все у вас просто в съезд поэтому вам нужны птурщики смотрите что у них всегда были выстрелы по 4 выстрела для этого я для птуров обычно использую вот такую тачку сажу их они ездят на ней и везде стреляют обороняется вот вот такая история здесь давайте дальше загружу загружаем дальше здесь вы обороняете все захватываете и к вам на помощь приходит по станции вот как раз то когда его надо выводить вот они видите элитные снайпер к вам приходят на по на помощь по станции сейчас загружу я наверно вот здесь вот да и с помощью по станции вы уже штурмуете основные оставшиеся силы здесь врагов смотрите есть здесь возможность с бандитами затусить и есть возможность убежать вам не нужно не тусить бандитами не убегать потому что если вы остаетесь вы себе репутацию зарабатываете и вам еще ресурсы дают тоже важно вот видите тут я уже держу оборону да тут вот совсем мало их осталось и здесь уже должны начинать идти союзники ко мне на помощь вот они едут вот здесь как бы довольно таки вот так вот я оборону держу да то есть на сидят снайперы они видят позиции вот это вот штука едет по ней должны обтурить от турец а вот видите херач если эта штука хернула и вас солдаты ваши стоят не в защите то вам пизда то им пизда можете считать что пехоты нет или тачки нет ну опять же ведь косяк с туром они стоят за боку соответственно они не птурят вот это вот большая проблема в этой игре на самом деле приходится вот так вот пережимать чтобы перебежала часом будет ставить тур и вот уже только сейчас он будет стрелять в этой проблеме вот он только вот он выстрелил пиздюк далее смотрите вам союзники помогут здесь вы просто ваша задача будет с помощью вот этих машинок до подвести их не имена мёд и отстреляться но все дальше смотрите что это такое это нужно самом конце вы сюда подъезжаете и ваши резервы выходят здесь будут ваши водители ваши водители танков вам нужны для того чтобы забрать брэдли и для того чтобы забрать танк который будет здесь стоять где он будет стоять здесь короче танк будет стоять вы его тоже забираете если не заберете танк можете его заново начинать это все поэтому с прошлой миссии вам обязательно нужны водители танков если вы их не взяли все можно заново начинать руку дальше заберете здесь машинка будет здесь тоже брэд хаммер будет здесь тоже будет грузовичок вот и тут будет пехота вражеская не допустите ошибку убейте здесь всех потому что бывает что хаммер берешь и они начинают по хаммеру стрелять и взрывают вот все это собираете и всей толпой уезжаете с миссии миссия выполнена вот довольно таки сложная миссия сразу скажу если с турами не угадаете то вас нормально по коцу это разнесут как надо вот ну и все соответственно на четыре месяца рассказал следующую чуть попозже скажу там вы уже потом ну это уже будет потом я так по-быстрому что вам посмотреть и отыграть ну как бы самим удовольствие получить да и хорошие задела на будущее чтобы отыграть и не смотреть этих стримеров по шесть часов не сидеть что они там дрочат сидят вот поэтому вот так пожалуйста кому интересно игрушка классная офигенная просто я удивлен что наконец-то сделали знаете вот что-то реально стоящее я из 1 страйк проходил очень много раз но тут конечно просто баба бомбище на самом деле все пока